Сегодня проводится этап Кубка России и по скалолазанию, дисциплине многоборья. В прошлом году, как все знают, скалолазание вошло в олимпийскую программу. Чтобы попасть в олимпийское движение, очень важно, чтобы были какие-то рекорды. Мы можем наблюдать, где же все-таки заканчиваются человеческие возможности. Сейчас я очень устала, у меня нет каких-то экстра эмоций. Зачем я в скорости вообще начал бегать? Чтобы в Кубке России поучаствовать? Нет. Все, к олимпиаде. Превращение любого вида спорта в олимпийскую дисциплину – по-настоящему сложный процесс. Помимо огромной организаторской работы, приходится меняться и самому формату соревнований. А значит, и спортсменам необходимо перестраиваться под новые реалии. Смогут ли недавние лидеры удержать свои позиции? Сегодня нам представился уникальный шанс не просто взглянуть на будущих олимпийских звезд в их родной стихии, но и вместе с трехкратным обладателем Кубка мира по скалолазанию разобраться, что же из себя представляет этот вид спорта в олимпийской версии в целом и каждая входящая в него компонента в отдельности. Такие соревнования проводятся первый раз, так что они достаточно экспериментальные. Формат очень тяжелый, очень выматывающий. Ну и конец сезона, то есть уже все давным-давно отдыхают, а русские работают. Возможно, именно эта способность совершать усилия над собой там, где остальные уже сдались, и позволяет отечественным спортсменам завидным постоянством завоевывать самые высокие места на различных мировых кубках и чемпионатах. Да и в плане истории нам есть чем гордиться. Еще в 1947 году в одном из основных альпинистских центров СССР, Домбайских горах, были проведены первые в мире официальные соревнования по скалолазанию. С тех пор этот спорт сумел уйти далеко вперед, сохранив при этом дух свободы и приключений. Россия – это одно из мест, где скалолазание родилось как спорт. Сегодня здесь мы празднуем 70-ю годовщину первых соревнований. Также мы отмечаем те успехи, которых удалось добиться российскому спортивному скалолазанию за эти годы. И впервые пробуем будущий олимпийский формат соревнований многоборьем. Пока спортсмены бьются за первое место, давайте внимательно посмотрим, как устроена каждая составляющая многоборья. А заодно попробуем выяснить рецепт подготовки идеального скалолаза-олимпийца. В скалолазании есть три официальные дисциплины. Скорость – кто быстрее, трудность – кто выше. И есть болдринг – это серия коротких трасс, в которые нужно залезть, и затратив на них наименьшее количество попыток. Спортсмены будут не так, может, быстро бегать, не так высоко залазить, но они будут усредненно, хорошо, сильно выступать во всех трех дисциплинах. Итак, первая часть. Дисциплина – скорость. На мой взгляд, это самая зрелищная дисциплина в скалолазании. Есть эталонная трасса, которая существует уже 10 лет, и которая не меняется. Это определенный угол наклона стены, это определенные зацепки, вот эти камни, мы их называем зацепки, люди называют камни. Да, определенного цвета, формы, и, соответственно, что на тренировках, что на соревнованиях одно и то же. Создание эталонной трассы стало важной вехой для скалолазного спорта. Вместе с ней появилась возможность безусловной фиксации результата на любом сертифицированном скалодроме. Были введены рейтинги спортсменов, а главное – таблицы рекордов, что дало дополнительный импульс к развитию и популяризации дисциплины. 10 лет назад она появилась. Первый мировой рекорд был 8 секунд 70 сотых. Сейчас этот мировой рекорд – 5 секунд 48 сотых. То есть такая эволюция происходит из года в год, из года в год. То есть мы можем наблюдать, где же все-таки заканчиваются человеческие возможности. Несмотря на стандартную конфигурацию и шутливое название дисциплины «бег по вертикали», трасса имеет несколько вариантов прохождения. Варианты на трассе, соответственно, есть разные. Они зависят от спортсмена, от подготовки спортсмена, но в первую очередь зависят от роста спортсмена. Потому что высокоростным спортсменам нет смысла брать все зацепки подряд. Соответственно, они их пропускают. Длинные спортсмены пропускают, а короткие спортсмены не пропускают и стараются брать все зацепки. И, соответственно, подбирается расклад еще по технике. У всех разная техника. Каждый тренер ставит свою какую-то определенную технику. Это очень сложный координационный вид, дисциплина. Здесь можно на старте проиграть, но за счет концовки спокойно выиграть. У меня, допустим, преимущество всегда было концовка. То есть я всегда проигрую старт, но всегда добавляю в конце. То есть это как бы такая моя фишка. Обычному человеку трудно представить, как все эти нюансы укладываются в шестисекундный отрезок. У нас есть стартовая система, которая определяет твой старт и фиксацию твоего времени. Соответственно, есть еще и табло, на котором показывается время. Каждый спортсмен имеет свой стартовый и порядковый номер. После чего он выходит на старт, настраивает свою площадку, позицию, пробует, после уходит, его представляют, ждет определенной команды и снова возвращается на старт. Преимущество скорости, что ты можешь лазать один, без напарника, потому что у нас существует вот такая автоматическая страховка, которая позволяет тебе тренироваться когда угодно, где угодно, и совершенно одному. И безопасно. Самое главное. Как мы видим в реальных соревнованиях, на старт выходят сразу два участника, что добавляет драматизма этой короткой гонки. Со стороны даже может показаться, будто спортсменов втягивают наверх, прицепленным к страховочному поясу тросом. После того, как все участники отсоревновались в лазанье на скорость, выявили сильнейших, быстрейших, самых мощных, может даже быть красивых, мы переходим к следующей дисциплине, которая абсолютно не похожа на эту, где нужно залазить выше, но при этом время не имеет значения. Почти. Дисциплина трудность. Она кардинально отличается от лазанье на скорость, потому как здесь абсолютно другой скалодром, другой рельеф, другая высота и маршрут трассы. Тоже она другая. И все вот эти перечисленные аспекты, они каждый раз меняются на разных соревнованиях. Это такое поле для творчества. То есть то, что в голове у спортсмена, он может выразить это на скалодроме, сделать интересную техничную трассу. И желательно, чтобы трасса, конечно, пролез хотя бы один человек в финале. Задача – залезть как можно выше. И здесь спортсмены тоже отличаются кардинально от скоростников. Моя дисциплина скорость, я выгляжу достаточно таким мускулистым, можно так сказать. Сейчас культуристы посмеются. А в дисциплине трудность вес не нужен. Мышцы, по сути, нужны, но меньше. Потому что тебе лезть долго, нужна выносливость, нужны какие-то запасы, резервы, сил. И тебе нужно немножечко быть худым, так сказать. И, соответственно, спортсмены вот так пытаются преодолеть трассу, задумку, так сказать, подготовщика. Трасса интересная, и сложность вполне адекватная для такого уровня соревнований. То есть подготовщики конкретно вот сейчас работали очень хорошо, мне понравились. Было бы гораздо лучше, конечно, если бы кто-нибудь из участников все-таки долез до топа. Разложились все очень четко, но трасса на трудность мне понравилась. Я довольна тоже, как я пролезла. И были такие интересные всякие зацепки, на которых мы обычно не лазаем. Это как бы своего рода головоломка. То есть нужно подумать, как пройти трассу, с какой стороны зацепка держит. То есть это тоже нужно понять. И чем спортсмен умнее, тем, соответственно, он, мне кажется, выше и залезет. Но это не всегда так же. Здесь есть такие зацепки, где нужно просто взять с там одним мюзинцем, одним пальцем, там полпальца буквально. Вот есть такие, да, зацепки. Скорость, естественно, там все большие. Ну, скорость есть скорость, нужно быстрее залезть. Ну, да, есть вот такие маленькие зацепки на трассе, мне кажется, зрителям даже вообще не видно, за что они там хватают. Потому что буквально вот два пальца и, соответственно, у фаланги, да, то есть ты даже выхватиться не за что. Учитывая, что здесь еще и нависание есть, соответственно, сила протяжения, никто ее не отменял. Поэтому очень тяжело иногда, да не иногда, а всегда тяжело лезть в такие трассы, дисциплине трудность. Результат спортсмена оценивается по высоте, которую спортсмен смог достичь. И, соответственно, используются еще несколько критериев. С недавних пор время на трудность стало тоже иметь большое значение, потому как бывают такие ситуации, что спортсмены падают на одной высоте или же пролазят эту трассу. Здесь, так сказать, смотрят уже на время прохождения. То есть раньше было 10 минут давалось на прохождение трассы в финале, потом 8, сейчас это уже 6. Мы плавно перешли к третьей дисциплине. Спортсмены уже немного устали, но у них еще есть одна дисциплина, после которой определятся все призеры и победители соревнований. Здесь мы не используем веревку, здесь есть только маты. Спортсмены выходят и пытаются преодолеть серию трасс очень-очень сложных, очень-очень замудренных, здесь нужно очень сильно много думать. и затратив при этом наименьшее количество попыток. То есть, соответственно, выиграет спортсмен, который залез наибольшее количество трасс, затратив наименьшее количество попыток. Он, как происходит соревновательный момент, то есть спортсмен выходит, ему дается 4 минуты, за эти 4 минуты он должен разгадать трассу и пролезть ее. Ну, соответственно, не разгадал, все, ушел. В Болдеринге формат проведения финалов, он предусматривает, в отличие от квалификации, что спортсмены лезут последовательно. Все сначала пролезают первую трассу, потом все вместе группой переходят на вторую и так далее. Секрет хорошей трассы в ее загадке, чтобы спортсмены, которые будут проходить этот маршрут, он для них был незнакомый, непонятный. Они должны за 4 минуты разгадать то, что творится в моей голове. Осталось разобраться, как именно проходят трассу для Болдеринга. В Болдеринге есть свои определенные правила, то есть это стартовая позиция, которую нужно зафиксировать. Мы видим две неточки, и, значит, здесь должны быть две конечности. Правило-то руки. Здесь тоже две неточки, значит, тоже две конечности. То есть это ноги. То есть старту позицию нужно зафиксировать. И только после этого ты можешь лезть в трассу. В данный момент я не залез, упал в середине. Не знаю, нужно еще подкосяться, чтобы долезть до финиша. Тем временем и участники соревнований завершают свою программу. А нам остается лишь поздравить победителей и гадать, кто же из них через два с половиной года сможет похвастать уже олимпийскими медалями. Побеждает тот, кто, как и показали эти соревнования, в принципе, тот, кто специалист, ну, как бы, высокого класса в одной, а желательно, ну, как бы, должно быть в двух дисциплинах. То есть готов показывать результат высокий в двух дисциплинах. Третья дисциплина, в принципе, может быть для него непрофильной. То есть та же Анна Цыганова, которая, собственно, чемпионка мира, да, или Алексей Рубцов, который победитель Кубка мира в болдринге. Соответственно, ну, собственно, это показали здесь. Первые, не просто по многоборью соревнования, это первые соревнования, когда я лазал скорость, в принципе. То есть эту дисциплину я впервые попробовал два месяца назад. Для меня очень трудно, да. Я просто не ожидал, в принципе, что когда-то скалолазание включит Олимпиаду в формате многоборья. Я занимаюсь скалолазанием уже много лет, но скорость конкретно, это не мой вид. Я ее не люблю, и она мне очень нравится, поэтому никогда не занимался. Но раз уж включили, пришлось попробовать. На скорости понятно, это моя коронная дисциплина. В Олдринге я рада, что удалось пройти первую трассу, которую не прошел больше никто. Ну и в трудности, что является моим последним, третьим профилем. Я люблю лазать, люблю трудности, и много лазаю на скалах. Наверное, за счет этого, за счет техники, я вот долезла до четвертого места среди всех. То есть, в принципе, это неплохой результат. Ну и по умножению я выиграла. Я очень рада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова